Всем привет, добро пожаловать в новый влог, это 25 дубль и все, я больше не буду пытаться, если и в этот раз не получится, ну что ж, значит не влоговый день. Давайте начнем, спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши комплименты к предыдущему видео, где я делала укладку, сегодня у меня, к сожалению, не было на нее времени, как и последние дни 10, это полный трэш. И я решила поделиться с вами своим опытом, надеюсь, что никогда вам не пригодится, но все же это довольно серьезная штука, и вот когда я обсуждала это с мамами одноклассников, моих мальчиков, оказалось, что многие столкнулись с этой проблемой, это у многих было из моих подписчиков, и вы знаете, мне как-то стало легче, спокойнее, и я уже, знаете, улыбаюсь, потому что мы прошли анализы, прошли врачей, нам назначили лечение, с этим мы тоже справимся, потом восстановимся, все будет хорошо, и я как мама не имею права раскисать, я сейчас нужна своему ребенку, вообще детям, потому что, господи, после оспы Игнат сразу подхватил эту ангину, температура 40, я нифига не спала, там несколько дней, и мы знали, что мы потенциально можем заболеть оспой с Захаром, мы постоянно осматривались, несмотря на то, что мы привиты, можно заболеть, и так оно и произошло, и я не знаю, как это вот так быстро проявилось, совершенно другая болячка, более серьезная, у нас, кстати, в диагнозе оспа, я не знаю, оспа и ветрянка, это одно и то же, не суть, я хотела вам рассказать о борелиозе, в общем, мы вечером после купания осмотрелись, оспы не обнаружили, а потом на следующий день Томак был с мальчиками у бабушки, у нас был 4-дневный перерыв на более-менее нормальную жизнь, насколько это сейчас возможно, я даже кое-что поснимала, эти части будут где-то там по ходу улога, и, значит, бабушка заметила такую небольшую ореолу розового цвета на ноге Захара, и Томак сразу мне не сказал, а потом утром я смотрю, он что-то там рассматривает у Захара на ноге, я вставлю картинку, как это выглядит, подождите, Томак, мы должны уже сейчас выезжать, прошу, так, попрошу, хей, сегодня какой-то вообще капец полный, и я увидела две ореолы уже наутро, и у меня сразу в голове загорелась красная лампочка, потому что у нас в семье был случай боррелиоза, уже, к сожалению, на поздней стадии у взрослого человека, закончилась госпитализация лечением очень тяжелых антибиотиков, и там сложное восстановление, и я так, о господи, только не это, ну, оспа, ангина, вот вам еще боррелиоз, Оля, давай, разгребай, разгребаю, девочки, и не сдаюсь, и точно все когда-то наладится. Я сделала фотографию этих ореол, отправила частному педиатру, к которому мы так по-быстрому обращаемся, потому что я вам говорила, что не всегда можно по-срочному записаться в государственную клинику, но когда речь идет об инфекционных заболеваниях, это типа оспа, там тут же болериоз, что-то вот такое прям, что нужно лечить здесь и сейчас, то тебя, конечно же, примут, никто тебя не бросит. Я отправила, он говорит, срочно едьте сдавать анализы в какую-то клинику, чтобы исключить вероятность болериоза. Это инфекционное заболевание, которое чаще всего переносит клещи, несмотря на то, что мы брызгаемся этими спреями. У меня в прихожке стоит, наверное, 4 штуки разных. Мы осматриваемся, они там не бегали по траве, и клещи бывают настолько маленькими, что ты даже не замечаешь, как тебя может укусить эта зараза и еще и заразить. Девочки еще и писали, что они вообще не выходили из дому. Клещ может прицепиться и от собаки, и я не знаю, откуда они берутся, но, как видите, мы не убереглись. И счастье в несчастье в том, что у нас появились вот эти ореолы, они проявляются на ранних стадиях, и можно полностью вылечиться от этого недуга. Но это происходит не у всех. Иногда ты не знаешь, что тебя укусил клещ, спустя несколько лет появляются какие-то неприятности со здоровьем, и девочка даже писала, что ей ставили волчанку, врачи не могли определить, что с ней происходит. И если ты не попадаешь к какому-то опытному врачу, ну, правда, жизнь становится крайне сложной, когда ты болеешь барелиозом, еще и вот такой запущенной форме. Я не знаю, насколько можно полностью от нее излечиться, когда это уже такая, знаете, серьезная стадия. Короче, мы сдали анализы. Захар остался дома, я с Игнатом, с ангиной. И спустя два дня пришли результаты, что да, у Захара боле риоз. То есть, представляете, меня как будто ошпарило кипятком, но мы сразу же отправились к врачу. Можно обратиться или к семейному, или к дерматологу. Здесь стандартное лечение антибиотики на три недели, и потом нужно восстанавливать организм. Но это уже как бы по желанию родителей. Я буду этим заниматься. Если в вашей жизни был боле риоз, болезнь лайма, пожалуйста, поделитесь. Мне будет интересно почитать, и я думаю, что многим тоже полезно на всякий случай. Потому что даже когда это запущенная стадия, писали, что все равно я справилась, и это, знаете, утешает. И не поверите, мы уже начали искать лекарства от боле риоза. И Захар такой, мама, у меня тут что-то чешется. И я смотрю еще и оспа, то есть одновременно. И ангина, и боле риоз, и еще и оспа тебе на кучу. Нам назначили вот этот пробиотик к антибиотику на время приема. Я даже после буду давать Захару. Блин, так неудобно. Он в виде порошка, нужно растворять. Поэтому жду свою посылку из iHerb. Девочки, не переживайте, не все клещи заразные, но наблюдайте место укуса. Тем более, если появились вот эти красные пятна, как можно скорее обратитесь к врачу. И не занимайтесь самолечением. Так, распотрошила ты уже бутылку. Достала мою подушку. Ковер у нас, как всегда. Подушку тоже стягивала. Это я сушила голову. Юки, кто такого наделал, ты не знаешь? Мне? Вообще? Хозяйка страшная, конечно, ты. Я тебе должна рассказать. Смотрите, какая она огромная выросла. Она сейчас уже весит 10 килограмм. И всего 3 месяца, девочки. Представляете? По-моему, у нас сейчас начнется буря. Какой-то такой ветер спонтанный. И стало темно. От час дня. Обычно у нас гораздо светлее. Вообще солнечно было. И вот сейчас мы с Томиком немного это все разгребли. И сегодня едем в Варшаву на концерт моей любимой группы. Это Океан Эльзы. И я неоднократно говорила. У меня особые воспоминания, связанные с этой рок-группой. И я мечтала попасть на их концерт. Он подарил мне билеты еще на мой день рождения в январе. И потом началась война. Я думала, что концерт не состоится. Его перенесли. Сейчас он будет проходить на благотворительной основе. Я не собиралась возвращать билеты. Даже если бы мы не поехали. Когда вот все эти болячки начали цепляться. Говорю, ладно, пропадут так пропадут. Но мне сейчас очень хочется побыть среди своих. Так что, знаете, воспоминания о папе и вся эта ситуация. Война в Украине. Мне как-то хочется обменяться энергией, что ли, поддержать друг друга. И я не могу дождаться. Может, я даже что-то поснимаю. Не знаю, какой там будет звук. Потому что иногда, когда очень громко, это невозможно смотреть и слушать тем более. Но я попытаюсь. Что из этого выйдет, я думаю, что дальше будет видно. Доброе послеконцертное утро. Несмотря на то, что у меня дико трещит голова, потому что музыка играла громко. И еще всю дорогу обратно мы с Томиком слушали. И я очень сильно не выспалась. Томок, наверное, еще больше. Потому что концерт закончился в 11 часов вечера. Плюс дорога обратно. Мы приехали в полтретьего, пока там собакой еще занимались, помылись и уснули. И проснулись так, как обычно. То есть никто не дры до 11 или до 12. Так что я сегодня немножко так в трансе, но в очень положительном. И я получила такой заряд позитива. И как будто вернулась в те времена, когда я была подростком. И когда папа возил меня на эти концерты или покупал билеты мне и подружкам. И мы вот так пели до хрипоты в голосе. Я до сих пор помню даже самые старые песни. И я и плакала, и улыбалась. И, девочки, если вам нравится Океан Эльза, если есть возможность сходить на их благотворительный концерт где-то в Европе, сделайте это. Вы точно не пожалеете. Это было фантастически. Правда. Это самое мощное, крутое и классное, что произошло за последнее время. Правда. Вот они еще выступают во Врослые. Я думаю, может съездить второй раз с Настей настолько сильно. Мне понравилось. Вот. И я проснулась, поленилась делать гуаша. Микротоки. Никак не могу заставить себя втянуться в вот эту бьюти-рутину. Все очень просто. Но за окном снова жара. А вчера, как назло, мы приехали в Варшаву. Был дождь. Мы, конечно же, без зонта намокли. Вот. А сейчас я уже нанесла SPF, потому что стараюсь совершенно не загорать и максимально защищаться от солнца. Не выхожу на открытое солнце, потому что я сгорю и побаиваюсь пигментации, так как были высыпания и еще остались какие-то пост-акне, с которыми я пытаюсь справиться. Девочки, сейчас рекламы не будет. I'm sorry. Это то, что я покупаю. Несмотря на то, что это один бренд, я вам клянусь, что это не рекламная интеграция. Вы спрашиваете, чем я пользуюсь для лица. Это La Roche-Posay Angelos. Мне подходят многие средства вот этого бренда. И увлажняющий антивозрастной вот такой уже второй год. У меня в фаворитах есть еще и тонирующая версия. И когда весной мы были в Италии, я видела, что вышел еще один вариант с салициловой кислотой, еще с чем-то для проблемной кожи. И я попытаюсь найти его, потому что чувствую, что упаковка уже практически пустая. SPF 50 защищает от лучей UVA, UVB. В прошлом году я записывала очень классное видео о защите от солнца. И вообще, может быть, что она милки делает? Мне даже страшно представить. Обычно в сумочке я ношу с собой вот этот спрей, для того, чтобы обновить защиту, когда нет возможности смыть и нанести заново. Даже на пляже, когда не хочется вот это в песке все развозить. Раз-раз-раз, но он довольно быстро заканчивается, потому что я обильно сбрызгиваю лицо и шею область декольте. Поэтому взяла в аптеке у нас вот такой. Это тоже SPF 50. Написано, что и для детей, и для взрослых. Пока что этим не пользовалась, не знаю. Написано, что он невидимый. Но вообще, если что-то обещает, то это действительно работает. А для детей, вот, например, на пляже или куда-то на улицу, на прогулку, я использую такой в спрее. Ну, он со мной там лет 7, наверное. Вы наверняка знаете, как он выглядит. И еще мне нравится в тубе, который можно наносить на влажную кожу. И он еще очень хорошо увлажняет. Пусть у него такая красивая, сияющая кожа. И не оставляет белого вот этого некрасивого налета, полоски. И вообще хорошо как-то ложится все это на кожу. Мне не ощущается тяжело. Вы интересовались, чем я пользуюсь в этом году. Вот у меня как бы без изменений. Многое сейчас заканчивается. Нужно поискать где-то онлайн. В аптеках у нас всегда эти средства дороже. Поэтому я заказываю онлайн. Так, мой голос сегодня пытается со мной попрощаться. Я сейчас оденусь в халате. И хочу поехать купить ягоды. Потому что, к сожалению, не знаю, как зовут этого блогера. Я случайно попала на этот рецепт. Мне инстаграм подсунул. В качестве рекомендации Станишевской. Оставлю вам ссылку на ее профиль внизу. Это блогер из Украины. И она делала очень интересный рецепт с желей. И я подумала, что это же как раз идеально на летнее время. Такой холодненький, с ягодами. Ну, там не только желе. Поэтому сейчас куплю ягоды. И мы вместе с вами приготовим. Но рецепт не мой. А у нее там много всего интересного. Я тоже с удовольствием буду пробовать. Если десерт мне понравится. Он еще и такой красивый. Так что встречаемся с вами в кухне. Все объездила, искала малину. Но ее не оказалось. Как-то быстро ее раскупают. Или ее даже меньше в этом году из-за жары. Зато у меня есть немножко голубики. Буквально остатки клубника. Вы можете взять любые ягоды. Или сделать какой-то микс. Также нам необходима форма. У меня вот такая с дырочкой. Это очень красиво выглядит. Когда внутри есть еще пустое отверстие. Но по желанию можно даже в каких-то пялочках это все приготовить. Приготовить это громко сказано. Потому что делается за несколько минут. Не считая того, когда застывает желе. Литр молока. Сгущенка. У меня сырая. Сладкая. 20 грамм желатина. Какао. Темное. Горькое. Я покупаю вот это. На iHerb. Уже заканчивается. Нужно заказать новое. Настоящий вкус какао. Знаете. И желе. Любое цветное. У меня малиновое. Все пропорции, девочки, найдете или в посте автора рецепта. Или я вам продублирую в инфобоксе. Нам нужно растворить желе так, как указано на упаковке. Доводим до кипения. Вот у меня написано пол-литра воды. Выключаем. Высыпаем все содержимое нашего желе. И тщательно мешаем, чтобы все растворилось. Оставляем это дело остыть, а тем временем помоем ягоды и нарежем их, если у вас они такие же крупные, как у меня. На дно формы выкладываем ягоды. И выливаем остывшее желе. Подождите, сейчас проверю. У меня какая-то маленькая форма. Как сюда поместится литр молока? Вы мне можете сказать? И на часик в холодильник. Я уже отмерила желатин, какао, сгущенку. И теперь нам нужно подогреть литр молока. Растворяем желатин в теплом молоке. Высыпаем какао. И сразу же сгущенное молоко. Потом тоже оставляем остывать. Желе застыло. Первая часть нашего десерта. Теперь я возьму ситечко и аккуратно процежу то, что мы с вами мешали с молоком. Да, к сожалению, я была права. Для моей формы литр молока это слишком много. Поэтому, если она у вас небольшая, как в моем случае, то берите меньше. Все по пропорциям. А теперь ставим минимум на 2 часа в холодильник, а лучше на ночь. Десерт готов. Девочки, только я скажу вам так. Я бы добавила больше желатина в вот эту массу из какао. Это раз. А во-вторых, для того, чтобы его достать из формы, окуните буквально на 3-4 секунды в теплую воду. Не полностью, а чтобы чуть-чуть желе подтаяло. Я передержала, мне кажется. 5 секунд это уже было слишком много. И потом вот так кладете тарелку, не стало снимать. Хоп, переворачиваете и он достается. Порадую себя сейчас холодненьким десертом. Хотя у меня довольно сильно болит горло. И это меня беспокоит. Мне нужно убить 2 часа времени. А еще я хотела приобрести что-то яркое на лето. Но как-то все получилось в одной цветовой гамме. Я нахожусь в Традивариусе. У нас как раз скидки. И мало ли, вдруг что-то понравится. Хочется прям открытого и короткого. Позитивного цвета. Это мини-платье, оно типа как из лена, наверное. Ой, мой томат мечтает, чтобы я в таком ходила. Даже не знаю, что вам сказать. Просто не в моем стиле. И мне не то, чтобы супер комфортно в такой одежде. Это платье тоже из распродажи. Оно типа как вязанное крючком. И меня смущает подкладка из синтетики. Но в целом интересная задумка. Особенно на лето, на прохладный какой-то вечер. А такие вещи немного полнят. Но меня даже это не смущает. У меня было платье бежевого цвета из Зары. Тоже типа как вязанное. И оно очень сильно растянулось со временем. Так что пришлось его отдать. А это, ну, однозначно ближе мне, чем некоторые другие. И длина у него тоже нормальная. То есть оно не слишком короткое. Вот. Как вам и расцветка? Не чисто бежевое. Что-то новенькое. Мне хочется сочетание оранжевого с розовым. Не знаю, насколько у меня получится что-то показать сзади. Но здесь открытая спина. Вот такая. Так что, в принципе, вентиляция какая-то будет. Я планировала купить себе вот типа такую куртку на распродаже. И мне нравится цвет. Он тепло-молочный. Я думаю, что в камере выглядит чуть светлее. Она, конечно, супер объемная. Думаю, наверное, возьму себе все-таки XS. Но это очень относительно. Как вы можете понять. У моей мамы есть похожая из H&M. И она так красиво на ней смотрелась. Думаю, нужно себе найти что-то такое. На раннюю осень или на позднюю весну. Конечно, эта куртка супер сильно нагреть не будет. Потому что, во-первых, она, видите, без подкладки. Она не застегивается на замок, а чисто на кнопочки. Так набросить поверх какого-то спортивного костюма. Спортивный костюм я тоже сейчас ищу. Еще померяю XS и решу. Наверное, да. Короче, переместилась я в резервт. Здесь очень многое раскупили. Нет моих размеров. Но все же я нашла кое-что интересное. Посмотрим, как это сидит на мне. Но с яркими цветами у меня, конечно, явно проблемы, как видите. Это полностью хлопковое платье. Оно очень приятное к телу. Мне всегда казалось, что вот такие сморщенные платья мне категорически не идут. Это 34 размер. В груди у меня свободно. Это часто такое. У меня там немного всего. И по бедрам оно в обтяжку. Ну, по-моему, не слишком сильно тянет. Если я сделаю шаг, то оно не рэпнет. Вот, думаю, в принципе, что скажете. Ну, пока вы скажете, я, наверное, уже определюсь. Хотя никогда не поздно вернуть. Вы знаете, мне это гораздо больше нравится, чем те платья из Страдивариуса. Они какие-то такие, ну, не знаю, качества. И вообще, знаете, ты чувствуешь и видишь, что вещь явно не твоя. А это очень даже симпатично. Здесь создается дополнительный объем. Я так наелась, девочки. Съела кебаб. У меня даже болит живот немного. Зря я, конечно, психанула. Но хотелось чего-то вредного. Ладно. Посмотрю, сколько оно стоит. И потом уже точно решу. Но это гораздо лучше, чем предыдущие. Однозначно. Вау. Этот комплект мне хочется забрать с собой. Несмотря на то, что вообще-то мне приглянулась другая рубашка. Точно такая же, только в тонкую, но широкую полоску. В тонкую, но не густую полоску. Я что-то как выдам. Это стопроцентная вискоза. И она неимоверная. Такая легкая. Я уже представляю, как тело в ней будет дышать в очень жаркие дни. И это тоже ничего. Я, правда, завязала ее повыше. То есть она не такая прям короткая. Но я не знала, с чем ее померить, с чем показать. Вот так наобум схватила рубашку. Тьфу, рубашку. Я что-то сегодня заговариваюсь. Юбку из льна. Лен не тонкий. Он плотненький. Юбка без подкладки. Но, тем не менее, она не просвечивается. И здесь вот, видите, есть такой широкий пояс, который можно затянуть. Юбка на высокой посадке. Она, конечно, коротковата. Но я могу себе разрешить носить такие вещи. Когда, как не сейчас. Тем более, за окном. Лето в разгаре. Я уже предвкушаю, как не все поймут, этот костюм. Но я хочу вам сказать, что мне он нравится. Он был довольно дорогим. И я ждала его на скидках. Такая необычная ткань. Посмотрите, как будто джинс, еще и перфорация и вышивка. Также здесь еще додумались сочетать сразу несколько узоров. Можно носить это кимоно отдельно. Например, с джинсовыми шортами, с белыми шортами, с брюками, с юбкой. С чем угодно. Кто-то скажет, что выглядит немножко пижамно-халатно. Но я беру себе еще и шорты. Потому что кимоно уже лежит у меня в машине. Ну и шортики тоже с любой белой рубашкой. Я сейчас не могу расстегнуться, потому что я там в белье. Но шорты свободные. Я уверена, что они еще и немножко потянутся. У меня в размере S. И кимоно, и шортики. Класс. Я уверена, что вы меня сейчас раскритикуете. Но говорю вам на полном серьезе, что потом будет много вопросов. Откуда, откуда. И такие вещи, как мне кажется, можно носить годами. Они такие очень самобытные, оригинальные. И таким образом могут быть элементом вашего индивидуального стиля. А не просто веянием трендов. Плюс это еще натуральный материал. Я даже не знаю. А вот в шортиках нет подкладки. Ну и хорошо. Будет все продуваться. Отлично. Платье само по себе неплохое. Я люблю такие фасоны. Но мне кажется, что они меня очень сильно простят. И минимум я бы добавила какие-то интересные современные очки. Шляпку, соломенную сумку. Ну а так, ну я же вам говорю, это, наверное, не для моей внешности. Но хотя с каблучком было бы очень даже. Я просто каблуки на каждый день не ношу. Платье у меня в 34 размере. 92% вискоза. И вы знаете, я попробую его взять и обыграть аксессуарами. Все хотят еду. Мы приехали в очень красивое место. И здесь мини-ферма. Купили покушать животным. И сейчас идем искать лам. Здесь и лошади, и ослы. И как раз прошел дождь. Такой супер свежий воздух. О, боже. Ты так на меня смотришь? Это, по-моему, лама. Ну что-то она какая-то такая облезшая. Ты плюешься, что ли? О, блин. Капец. А у этой лошади голубые глаза. Я не знала, что им можно хлеб, но мы купили при входе. Ну, сказали, что можно им такое есть. Игнат говорит, что это что такое? Дикобраз. Это индоутка вроде. Или что это? Индо что-то. У моей бабушки когда-то были такие. Сидят голуби. Чего тут только нет. У них, наверное, уже тихий час. Игнации! Козы над ходом. Слушайте, а вот этот вообще, конечно, махровый. Не ругаться. Маленьким тоже дайте есть. Со своей едой для животных приходить нельзя. Можно получить штраф. Пожалуйста. Не матюкайся. Спасибо. Тома, смотри, за тобой идут все индоутки. Маш, пышные. Спасибо. Уважай, чтобы не спал пышные. Ага. Усыпок. Горный сыр. Должен быть из-за вечевого молока. Ну, подождите, товарищи. Это мое. С клюквенным вареньем. Из гриля. Обалдеть, какие красивые коровы. Во-первых, они наполовину длинношерстные. Во-вторых, ну, сейчас, кажется, коричневыми в камере, но они практически черные. А что я тут требую? Срок тебе нельзя. Игнат у меня забрал корм. А ты какой кучерявый. У меня у баб... Обалдеть. Как с такими рогами жить? У него бабушки были и индоутки, и куры, и густи, и индейки, и коровы, и козы, чего у нее только не было в Лосиновке. Свиньи, понятное дело, и кролики, и пчелы. А у бабушки в Новгороде свиньи и куры. Всех накормим. И наше мини-путешествие мы завершаем красивыми коровами. Посмотрите, как высоко они забрались. Они, правда, мокрые. У нас только что была такая буря. Ой. Надеюсь, вы не выходите за борт. Ну, не дразни его. Дай, подай ему за вас. Ты бесстрашный, Томак. Наверное, этот рыжий поедет с тобой. Ой, девочки, я думала, что я поснимаю для вас примерку того, что я купила на распродаже. Там еще нужно принести резерв. Но, к сожалению, я тоже слегла с ангиной. Так что за окном 34, у меня 39. Иду лечиться антибиотиками. Буду благодарна за вашу поддержку. И мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока.